Шестилетняя София сегодня дежурная по столовой. Она вместе с Владимиром помогает накрывать на стол. Девочке нравится быть маленькой хозяйкой. Ещё ей нравится, как кормят в детском саду. Я сегодня кушала котлеты, тефтели, сырники и суп с макаронами. А пьём кефир. Мне кажется, что в садике даже лучше готовить, чем мама. Все дети с аппетитом едят и первое, и второе. Тем более, что за компанию обедать всегда веселее. И маленьким дежурным легко уносить пустые тарелки на кухню. К питанию детей в этом дошкольном учреждении относятся серьёзно. Меню разрабатывается на 10 дней. Мы стараемся, чтобы питание было сбалансированное, чтобы каждый ребёнок получил по потребности углеводы, жиры и белки. Довольны питанием и родители. Они говорят, за детей спокойны и точно знают, их ребёнок будет сыт. С утра уже есть меню на целый день. То есть я знаю, чем ребёнок будет здесь питаться. Здесь пятиразовое питание. Очень разнообразное. Мясо дают каждый день, овощи, фрукты, рыбу. Есть второй завтрак, что очень важно для ребёнка. Это очень маленькие деньги, которые мы оплачиваем за детский сад. Я считаю, что при таком питании и при таком уходе за детьми, то это копейки. Родители оплачивают всего лишь 30% затрат на питание. Остальное – за счёт государства. Увеличение оплаты будет проводиться поэтапно. Первое повышение – с ноября. А сумма будет различаться в зависимости от времени пребывания ребёнка в детском саду. Основная масса дошкольников – это дети, которые у нас посещают детский сад 10,5 часов пребывания. Поэтому именно для этой категории будет незначительное повышение. Это рубль 14. Поэтому мы надеемся, что уже с 1 марта доведём до предельных размеров оплату 0,7. В Рыбнице более 800 родителей оплачивают питание детей по льготному тарифу – 50 и 30%. Эти льготы сохранятся.